Всем привет! Вы на канале Тот Самый Шашлычок. В данном видео обзоре собраны короткие видео моих работ за все время существования моего канала. Смотрите, наслаждайтесь, оценивайте мои видео, а я в дальнейшем буду радовать вас своими новыми рецептами. Бараньи пистолетики на мангале. Очищаем от пленки баранину. Нарезаем на пистолетики между костями. Посыпаем солью, черным перцем, втираем зиру. Поливаем растительным маслом. Нарезаем репчатый лук, выжимаем репчатый лук на пистолетики. Все перемешиваем, оставляем мариноваться, пока готовятся наши угли в мангале. Мангал подошел, выкладываем, жарим до готовности. Приятного всем аппетита! А с вами был я, Тот Самый Шашлычок. До скорых встреч и новых видео. До свидания! Всем привет! Вы на канале Тот Самый Шашлычок. Готовить мы сегодня будем один большой говяжий кусок в казане. Наливаем растительное масло в казан. Обжариваем кусок со всех сторон. Запечатывая его с каждой стороны. Нарезаем перчик чили, чесночок. Добавляем в масло, чтобы придать аромат и вкус специй чесночка и перчика чили. Нарезаем лук репчатый. Посыпаем специями лавровый лист, зира, кориандр, розмарин. Обильно все посыпаем. Высыпаем нарезанный репчатый лук. Закрываем томица на 4 часа. Прошли 4 часа. Наш кусок мяса готов. Нарезаем. Пробуем. Приятного всем аппетита! До свидания! Вкусное блюдо из баранины в казане в собственном соку. Для приготовления данного блюда, бугулама, нам понадобится 2 кг баранины вырезки, лук репчатый, болгарский перец, баклажаны, кабачки, кому что угодно, помидоры, листья капустные. Томить мы его будем 1,5 часа на медленном огне. Приятного всем аппетита! А с вами был я, тот самый Шашлычок. До скорых встреч и новых видео. До свидания! Говяжьи спрессованные стейки, запеченные на вертеле. Очень вкусное, сочное мясо. Нарезаем на слайсы, подаем на стол. Выглядит просто изумительно. Шашлык свиной, как чалагач, так и шея. Сочный разрез показывает. Люля-кебаб, говядина, курица. 15 минут и готово. Спасибо всем, до свидания. Друзья, готовить мы сегодня будем говяжий стейк Рибай. Для приготовления данного стейка нам понадобится чесночок, специи, веточка розмарина, сливочное подсолнечное масло. Обжариваем стейк на сковороде с двух сторон, поливая его обильно сливочным маслом. Присолили. Стейк готов. Дадим ему немного отдохнуть. Приятного всем аппетита! А с вами был я, тот самый Шашлычок. До скорых встреч и новых видео. До свидания. Всем привет! Вы на канале тот самый Шашлычок. Готовить мы сегодня будем кролика. В духовке, в банках. Разделываем кролика на средние кусочки. Такие, чтобы можно было уложить в литровую банку. Кролик готов. Посолили. Поперчили. Прованскими травами посыпали. Добавили ложку столовую меда, пол лимона или сока лимона. Растительного масла 30 миллилитров. Все перемешали. Убираем мариноваться. Тем временем нарезаем репчатый лук, картофель. Перчим, солим. Укладываем в литровые банки. Картофель, лучок, кролик. Сверху кладем в каждую банку по лавровому листу. Наливаем по полстакана кипяченой воды. И убираем в духовку готовиться. При температуре 180 градусов. Готовиться будет ровно час. Приятного всем аппетита! А с вами был я, тот самый Шашлычок. До свидания! Друзья, всем привет! Вы на канале тот самый Шашлычок. С вас подписка и лайк. С меня вкусные рецепты различной кухни. На данном этапе у меня коптится грудинка холодным копчением. Также ребра, цыплята бройлера, грудинка скрученная в батон, в сеточки, перепела. Холодное копчение. Коптится 12 часов. Приятного всем аппетита! А с вами был я, тот самый Шашлычок. До скорых встреч и новых видео. До свидания! Дымляма. Налили в казан растительное масло. Уложили мясо. Уложили морковь. Нарезали репчатый лук. Круглый картофель. Болгарский перец. Перец чили. Кабачки. Баклажаны. Все присыпали помидорами. Уложили листья капустные свежие. Посыпали зеленью. Поставили томиться на полтора часа. Приятного всем аппетита! А с вами был я, тот самый Шашлычок. Дымляма. Узбекское вкусное блюдо в казане. До скорых встреч и новых видео. До свидания! Всем привет! Вы на канале тот самый Шашлычок. Готовить мы сегодня будем жаркое в глиняных горшочках. Для приготовления данного блюда нам понадобится говядина, лук репчатый, курдюк, специи, которые написаны здесь и будут лежать под видео. Все тщательно перемешиваем, укладываем в глиняные горшочки. Убираем в духовку на 45 минут при температуре 180 градусов. Хорошо подходит закуска к данному жаркому маринованный лук. Выкладываем готовое жаркое на тарелку. Приятного всем аппетита! А с вами был я, тот самый Шашлычок. До скорых встреч и новых видео. До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Если очищенный кабачок смазать маслом, посолить, поперчить, запечь в духовке минут 15 при 180 градусах, добавить к нему помидорки черри, соль, перец и снова отправлять в духовку минут на 5. Взять свежий кусок тунца, соевый соус, сок лайма, оливковое масло, замариновать его минут на 5. В блендере смешать чеснок, запеченный кабачок, копченая паприка, табаско, оливковое масло, сок лайма, пробить до однородного состояния, добавить кусочек сливочного масла, пропустить через мелкое сито, посолить, перемешать, маринованного тунца промокнуть бумажной салфетки, смазать растительным маслом и прямо на плите обжечь его со всех сторон, дать отдохнуть минуту-две, порезать на кусочки, в тарелку выложить кабачковый крем, сверху тунец, запеченные черри, красный чили, кинза, долька лайма, оливковое масло, то на выходе получится тунец. Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет! Вы на канале тот самый шашлычок. Готовить мы сегодня будем уже как вы поняли казан-кебаб. С вас подписка и лайк, с меня вкусные рецепты различных блюд. В казане, на мангале, на газовой плите. Для данного блюда нам понадобится говяжьи ребра, куриные окорочка, голени индейки, дикая утка, пол-литра подсолнечного масла, лук репчатый, соль, специи. Обжарили картофель круглый до золотистого цвета, убрали в сторону. Обжарили мясо до золотистого цвета, убрали в сторону. Далее убрали лишнее масло, уложили мясо, уложили картофель. Налили пол-литра воды, томим 40 минут. Нарезаем репчатый лук, готовим зелень, хлебушек. Приятного всем аппетита! А с вами был я, тот самый шашлычок. До скорых встреч и новых видео. До свидания! Всем привет! Готовить мы сегодня будем казан-кебаб с кролика. Для приготовления данного вкусного блюда нам понадобится картофель, кролик, лук репчатый, специи. Обжариваем картофель до золотистого цвета. Обжариваем кролика до золотистого цвета. Убираем всю сторону. Моем казан, наливаем свежее масло. Укладываем кролика. Высыпаем репчатый лук. Все приперчим, присолим. Сверху высыпаем картофель. Также все приперчим, присолим. Наливаем стакан воды. Убираем в сторону на медленный огонь. На час-полтора. Казан-кебаб готов. Приятного всем аппетита! А с вами был я, тот самый Шашлычок. До скорых встреч и новых видео. До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Вы на канале тот самый шашлычок Готовить мы сегодня будем морепродукты, как вы уже догадались, лангустины Разрезаем лангустины по панцирю, сверху по спинке Убираем желудочек, готовим для них маринад Натираем на черточки чесночок, цедру лайма или лимона, перчик чили Поливаем лаймом, укладываем все натертое, поливаем оливковым маслом, зирой Убираем в холодильник мариноваться на полчаса Лангустины готовы, жарим на электрогриле до готовности Приятного всем аппетита! А с вами был я, тот самый шашлычок До скорых встреч и новых видео! До свидания! До свидания! Продолжение следует... Приятного аппетита Приятного аппетита, worth of Adventism Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, люля-кебаб в домашних условиях в духовке из куриного фарша это реально. Не верьте никому, кто говорит, что фарш разваливается, не клейкий. Просто отбивать его нужно подольше и запекать пожарче, как говорится. Короткое видео с записью приготовления люля-кебаба смотрите далее. Куриный люля-кебаб в домашних условиях. Полтора килограмма куриного фарша, две головки репчатого лука, специи по вкусу. Отбиваем фарш 15 минут. Далее на деревянные шпажки и в духовку. При температуре 200 градусов 20 минут. Приятного всем аппетита! А с вами был я, тот самый Шашлычок. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Такую рыбку можно кушать хоть каждый день. Слабосоленое филе из семги. Для приготовления вкусной рыбки нам понадобится 1 столовая ложка сахара, столовая ложка соли, также столовая ложка прованских трав. Высыпаем все в контейнер, натираем филе, накрываем пищевой пленкой, убираем в холодильник на 24 часа. Филе готово, нарезаем, кушаем. Приятного всем аппетита! А с вами был я, тот самый Шашлычок. До скорой встречи и новых видео. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нежная, сочная, вкусная говядина в казане дома на плите. Для приготовления данного блюда нам понадобится 2 кг говядины, 300 г сливочного масла, 4 головки репчатого лука. Выкладываем лук, масло, сверху нарезанные куски среднего размера говядины. Посыпаем перцем, специями для мяса. Сверху опять посыпаем луком репчатым. Выкладываем оставшееся мясо, солим, перчим, приправа для мяса. Кладем по желанию перчик чили, закрываем томиться на средний огонь на полтора часа. За полчаса до готовности открываем, достаем перчик, высыпаем зелень, петрушка, кинза, укроп, кому что угодно. Кладем обратно перчик, закрываем на следующие полчаса. Все, вкусное мясо наше готово. Снимаем с огня. Выкладываем на тарелочку. Приятного всем аппетита! А с вами был я, тот самый Шашлычок. До скорых встреч и новых видео. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для приготовления плова по-фергански нам понадобится морковь, баранина, рис, масло растительное. Обжариваем говядину или баранину в казане. Добавляем лук репчатый, много моркови, литр воды. Нут, изюм, барбарис. Все присолили, обязательно зира. Промыли рис, зирвак готов. Уложили в казан рис, посыпали, посолили. Тем временем нарубили салатик, пока готовится наш плов. Плов готов, большие куски мяса достали. Нарубили помельче. Уложили сверху на наш плов. Приятного всем аппетита! А с вами был я, тот самый Шашлычок. До скорых встреч и новых видео. До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вы на канале тот самый Шашлычок. Готовить я сегодня буду плов узбекский по ферганскому рецепту. Для приготовления вкусного плова нам понадобится курдюк, растительное масло, две головки репчатого лука, телятина 1 килограмм, килограмм моркови, также нам понадобится зира. Все обжариваем, тщательно перемешиваем. Заливаем литром воды. Соль по вкусу, перец черный молотый. Укладываем чесночок, перчик чили, томим 1 час. Посыпаем зирой. Собираем в горку. Закрываем на 20-30 минут полотенцем. Даем плову отеплиться. Плов готов. Приятного всем аппетита! Правильный рецепт засолки мяса для будущего копчения. Нарезаем свиное мясо на стейки, желательно безкостные и безжировые. На 1 килограмм мяса 500 миллилитров воды. 75 грамм соли. Размешиваем до растворения. Добавляем пол чайной ложки сахара. Кладем специи. Лавровый лист 5-6 штук. Черный перец с горошком 6-7 штук. Доводим до кипения. Выключаем и даем остыть. Укладываем мясо в контейнер. Наливаем рассол. Добавляем 3-4 протертых зубчика чеснока. Прижимаем мясо, чтобы не всплыло. Закрываем крышкой. Убираем на сутки при комнатной температуре. Далее на 2 сутки в холодильник. Друзья, вы на канале тот самый шашлычок. Хочу поделиться шикарным маринадом для шашлыка из говядины. Для приготовления вкусного шашлыка нам понадобится говяжья вырезка. Нарезаем на порционные небольшие куски. Две головки репчатого лука. Нарезаем полукольцами. Также понадобится сухое красное вино 200 мл. Сверху укладываем лук репчатый. Солим, перчим. Тщательно все перемешиваем. Добавляем растительное масло 50 мл. Также нам понадобится пару веточек розмарина. Обжигаем. Кладем сверху розмарин на мясо. Убираем в контейнер в холодильник на 24 часа. Приятного всем аппетита. А с вами был я, тот самый шашлычок. До свидания. Готовить я сегодня буду рульку в казане на костре. Шпигую рульку чесноком. Укладываю рульку в казан. Туда же кладу две головки репчатого лука, две моркови, пучок зелени, 5-6 зубчиков чеснока, лавровый лист, перец горошком. Заливаю рульку водой. Разжигаю печку. Готовлю два часа. Пока варится рулька, готовлю глазурь. 100 мл соевого соуса, 2 столовых ложки меда, 2 столовых ложки горчицы. Прошел час, посолили рульку. Добавили перчик чили. Готовим еще час. Час прошел, глазируем рульку. Жарим на мангале, глазируя далее. Приятного всем аппетита. А с вами был я, тот самый шашлычок. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, всем привет! Вы на канале тот самый шашлычок. Вкусный рецепт свиной рульки в рукаве в духовке. Для приготовления вкусной рульки нам понадобится соль, перец, куркума, чеснок, 1 ложка меда, горчица, соевый соус. Укладываем рульку в рукав, протыкаем рульку зубочисткой. Убираем в духовку на 190 градусов, на 2 часа. За 15 минут разрезаем рукав и даем еще зарумяниться. Друзья, шикарный рецепт из семги в духовке. Для приготовления данного блюда нам понадобится болгарский перец, картофель, все приперчить, посолить, подготовить стейки из семги, также их посолить, поперчить, полить растительным маслом, натереть. Приготовить лодочку из пергаментной бумаги, как указано на видео, концы лодочки обвязать веревкой. В середину лодочки укладываем овощи, сверху стейк из семги. Убираем в духовку при температуре 180 градусов на полчаса. Приятного всем аппетита! До свидания! Здравствуйте, дорогие друзья! Люля-кебаб, говяжий фарш, куриный фарш, курдючный жир, зира, черный перец, красный перец, кориандр, паприка. Нарезаем 4 головки лука мелко кубиками, солим фарш, добавляем лук в фарш и тщательно все, 15-20 минут вмешиваем. Отбиваем фарш, добиваемся клейкой структуры. Убираем в холодильник на 2 часа, разжигаем мангал, лепим фарш на шампура, жарим на мангале, поворачиваясь с двух сторон, обжаривая. Приятного всем аппетита! А с вами был я, тот самый Шашлычок. До скорых встреч и новых видео! До свидания! Всем привет! Готовить мы сегодня будем стейк говяжий с триплоин. Обмазываем кисточкой оливковым маслом наши стейки, убираем на электрогриль, обжариваем стейки с двух сторон, запечатывая их. Стейки готовы! Убираем на противень в духовку, обмазываем грузинской аджичкой, перчим, солим, жарим до готовности. Стейки готовы! Достаем, даем стейкам отдохнуть минут пять, нарезаем и кушаем. Приятного всем аппетита! А с вами был я, тот самый Шашлычок. До скорых встреч и новых видео! До свидания! Всем привет! Готовить мы сегодня будем вкусную лепешку, сырную, на сковороде. Разбиваем одно яйцо, Добавляем молока 150 миллилитров, соль 1 чайная ложка, сахар 1 вторая чайная ложка, просеиваем муку 100 грамм, добавляем разрыхлитель 5 грамм, взбиваем все, добавляем натертый сыр 150 грамм, размешиваем тщательно, смазываем сковороду растительным маслом, данную смесь выкладываем в сковороду, обжариваем на медленном огне, переворачивая с каждой стороны. Приятного всем аппетита! А с вами был я, тот самый Шашлычок. До скорых встреч и новых видео! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие друзья! Готовить мы сегодня будем узбекский плов в казане на костре. Наливаем растительное масло, обжариваем мясо, добавляем репчатый лук, добавляем морковь, солим, перчим, посыпаем зирой, заливаем воду, томим 40 минут, добавляем чеснок, уходит томиться еще на полчаса, высыпаем рис, закрываем, держим 20-30 минут, плов готов, приятного всем аппетита! А с вами был я, тот самый Шашлычок, до скорых встреч и новых видео! До свидания! Друзья, вы на канале тот самый Шашлычок готовить, я сегодня буду уху по донскому рецепту. Для приготовления вкусной ухи нам понадобится вода, 4 головки репчатого лука, разделанная рыбка, погружаем рыбку, варим с луком, в течение 20 минут, добавляем семена укропа, лавровый лист, перчик горошком. Вынимаем рыбку и репчатый лук, добавляем нарезанный морковь и картофель. Варим 5-7 минут, добавляем обратно рыбу, варим еще минут 10-15. Также нам понадобится помидор черри, нарезанный пополам. Добавляем помидор черри, много зелени. Также для более насыщенного вкуса нашей ухи, нам понадобится полено. Обожгли полено, окунули в уху. Приятного всем аппетита! До свидания! Дорогие друзья, вы на канале тот самый Шашлычок. Готовить мы сегодня будем вкусный деликатес из морепродуктов. Для приготовления данного вкусного блюда нам понадобится килограмм лангустинов, разрезаем по спинке, убираем пищевод. Готовим начинку для лангустинов. Сливочное масло, подсолнечное масло, чесночок, зелень, сахар, соль, перец. Фаршируем данным маринадом. Оставшийся маринад выливаем на лангустины. Далее натираем сыр моцарелла. На мелкой терочке фаршируем лангустины. Все, лангустины готовы. Убираем в духовку запекаться на 15 минут при температуре 180 градусов. Приятного всем аппетита! А с вами был я, тот самый Шашлычок. До скорых встреч и новых видео. До свидания! Грузинское национальное блюдо Чахахбили. Готовить мы его будем на плите в сковороде с куриных бедер. Обжариваем на подсолнечном масле на сковороде куриные бедра. Обжариваем до золотистого цвета с двух сторон. Также нам понадобится для них соус. Тертые помидоры. Специи. Кориандр, хмели, сунели, адыгейская соль. Сушеный базилик. Выкладываем на сковороду лук. Обжариваем до золотистого цвета. Укладываем бедра на лук. Посыпаем болгарским перцем. Заливаем нашим приготовленным соусом. Ставим на 40 минут. Посыпаем чесночком, зеленью. Приятного всем аппетита! Друзья, готовить мы сегодня будем шашлык из говяжьей вырезки с беконом. Нарезаем говядину на стейки. Не сильно толстые, не сильно тонкие. Отбиваем молоточком. Убираем мариноваться. Для маринада нам понадобится 1 столовая ложка растительного масла, соевый соус, чеснок молотый, кавказские травы. Маринуем в этом маринаде 40 минут, накрыв пищевой пленкой в холодильнике. Далее, выкладываем отбитые стейки на доску. Сверху бекон. Закручиваем в рулетики. Нарезаем на порционные куски. Нанизываем на шампура. Жарим на мангале на седых углях. Шикарный вкусный шашлык тает во рту. Приятного всем аппетита! А с вами был я, тот самый шашлычок. До скорых встреч и новых видео. До свидания! Вкусный шашлык из карпа с шампиньонами. Для приготовления вкусного шашлыка нам понадобится 1 карп. Почистили, разрезали его, помыли, нарезали на стейки, стейки пополам. Далее, полили растительным маслом, посолили, поперчили, посыпали паприкой. Занимаемся шампиньонами. Для маринада для шампиньонов нам понадобится майонез, паприка, куркума, соль. Пока все маринуется, готовим угли для мангала. Угли подошли, нанизываем на шампура шампиньоны с карпом, жарим на медленных углях. Приятного всем аппетита! А с вами был я, тот самый шашлычок. До свидания! Вкусный шашлык из говяжьей печени. С печени снимаем пленку, нарезаем печень на средние порционные куски. Посыпаем паприкой, кориандром. Обворачиваем шашлык в жировую сетку. Нарезаем тем временем репчатый лук, петрушку. Поливаем соком лимона, перчим, солим, посыпаем паприкой. Убираем в сторону, угли подошли, жарим шашлык. Шашлык готов, приятного всем аппетита! А с вами был я, тот самый шашлычок. До скорых встреч и новых видео. До свидания! Шашлык с говяжьей печени. Друзья, всем привет! Вы на канале тот самый шашлычок. Готовить я сегодня буду шашлык из свиной шеи. Нарезаю свиную шею на порционные куски. Солим. Перчим черным перцем. Также добавляем чебер. Нарезаем репчатый лук полукольцами, пожимаем. Высыпаем на мясо. Поливаем оливковым или растительным маслом. Все перемешиваем. Складываем мясо в контейнер. Полстакана кипяченой прохладной воды перемешиваем. Убираем мариноваться. Пока подходят угли. Угли подошли, нанизываем мясо на шампура, жарим. Приятного всем аппетита! А с вами был я, тот самый Шашлычок. До скорых встреч и новых видео. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Шашлык Наполеон Шашлык Наполеон Для приготовления вкусного шашлыка нам понадобится говядина, говяжий жир, нарезать говядину на ленточке, отбить молотком, посолить, поперчить, посыпать паприкой, зирой, черным молотым перцем, все перемешать, нарезать головку репчатого лука, полить прохладной водой, перемешать, выложить все на доске слоями, нанизать на шампура, на готовый мангал, на седые угли выложить и жарить. Приятного всем аппетита, а с вами был я, тот самый Шашлычок, до скорых встреч и новых видео. До свидания, Шашлык Наполеон Субтитры создавал DimaTorzok, Всем привет! Вы на канале тот самый Шашлычок. Готовить я буду шашлык в духовке. Для приготовления вкусного шашлыка нам понадобится жирная свиная корейка, нарезаем корейку на кубики, на небольшие. Также нам понадобится 4 головки репчатого лука, также нарезаем не мелко, так как в дальнейшем нам придется нанизывать на шампура, на шпажки. Маринуем шашлык 4 часа, в маринад нам понадобится оливковое масло, томатная паста, соевый соус. Нанизываем на шпажки, чередуя мясо-лук. Оставшийся соус с лучком, укладываем в контейнер, убираем далее в духовку при температуре 180 градусов на 25 минут. Приятного всем аппетита! А с вами был я, тот самый Шашлычок. До скорых встреч и новых видео. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok